Как воров в законе готовили к чемпионату мира? В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве оперативники провели разъяснительные беседы с большой группой воров в законе. Речь шла о криминальных генералах, которые передвигаются по столице с кортежами сопровождении большим числом охранников. А подобные эскорты могли вызвать удивление у гостей ЧМ. Как рассказал агентство источник в правоохранительных органах, в последнее время некоторые законники стали вести себя как вип-персоны. По столице они перемещаются в лимузинах, зачастую бронированных, которые сопровождают пара машин с пятью-шестью телохранителями. Некоторые воры в законе находятся в конфликте, и такие меры безопасности вполне обоснованы. Но зачастую это нужно, исключительно для показухи и обозначения своей значимости. В общественные места, в том числе в рестораны и торговые центры, мафиази тоже приходили в сопровождении большого числа секьюрити. Нередко у них возникали конфликты с охранниками этих заведений. С большим числом сопровождающих перемещаются, в частности, законники Вагиф Сулейманов, Вагиф, Дмитрий Чентурия, Мирон, Кахабер Парпале, Кахыгальский, Эл Гуджетуркадзе, Гуджекутаиский, Гуром Чихладзе, Квежоевич, Эдуард Асатриан, Эдик Аситрина. В силовых ведомствах посчитали нежелательным, чтобы во время чемпионата мира по футболу гости с разных концов света наблюдали автоколонны во главе с гангстерами. Оперативники последовательно побеседовали с этими ворами в законе. Им было настоятельно рекомендовано во время Мундиали не смущать иностранцев в Москве, а все свои дела сосредоточить в Подмосковье, где в основном и обитают данные мафиази. Ослушавшиеся могут быстро переместиться в СИЗО. Рекомендации силовиков не коснулись большинства славянских законников, например, тех же Владимира Тюрина, Тюрик, Олега Шишканова, Шишкан, Василия Христофорова, Васа Воскрес, поскольку они никогда не были замечены в больших эскортах из охранников. Обычно они перемещаются без секьюрити, в исключительных случаях их может сопровождать один-два человека. По словам собеседника агентства, одновременно ворам в законе дали еще ряд наставлений, в частности, чтобы они уняли барсеточников, а также другие подконтрольные им банды. В случае если с гостями произойдут какие-то криминальные инциденты и выяснится, что к этому причастен кто-то из злоумышленников, входящих в кланы законников, генерал им тоже не поздоровится. Пока воры в законе в нарушении рекомендаций замечены не были и вообще предпочли на время чем свернуть почти любую свою деятельность. А собравшись в узком кругу, перемывают кости коллегам. Главным объектом для колкости является Эдуард Асатриан. С конца 2017 года он находится в коалиции с другим законником Дмитрием Чентурия, Мирон. Причем выглядит она крайне странной. В свое время Мирон принимал участие в избиении Эдуарда и его сына Сергея, Серега Бентли, Асатрианов. Из-за этого воровской титул последнего поставили под сомнение. Более того, когда Бентли арестовали, Мирон подписался под тюремным письмом о том, Серегу Бентли не стоит считать вором в законе. В результате оба гангстера стали вызывать у коллег множество вопросов, а для некоторых из них, например, для Воскреса, Мирон стал нерукопожатным. С Асатриан и Христофоров и так давно в плохих отношениях. Асатриан в свое оправдание заявляет, будто бы оперативники поставили ему условия, или ты миришься с Мироном и действуешь вместе с ним, или отправляешься в тюрьму. Однако подобное объяснение отношения к Асатрине за стороны коллег не изменило. Расбалт, 1 июля 2018 года, Юрий Вершов.